Добрый день дорогие друзья! На обзоре у нас замечательный прицеп с маленькими размерами Это Кочмана Мара 380-2 2002 года выпуска Прицеп британец конечно же, левый вход Оснащен проточным бойлером Трума Отопителем Трума Ультра Хат Стандартное достаточно двухместное расположение в передней части салона И конечно же, трансформирующаяся в большую спальную кровать То есть фактически два плюс один места Комбинированный санузел с душевым поддоном и душевой лейкой Кухня в задней части салона Все достаточно стандартно Повторюсь, для такого внешнего размера Это достаточно классическая планировка Особенная головка Алка Обжимной компенсатор Тормоз накатного типа Опорное колесо И две вилки 6 и 7 пиновые Дают нам возможность По 7 пиновой Использовать габариты стопы И всю световую иллюминацию Присущую любому прицепу А 6 пиновая вилка Это управляющее питание на зарядку аккумулятора Работа холодильника от 12 вольт И свет внутри прицепа Если на вашем тягаче установлена 13-ти пиновая розетка То объединить две эти вилки Никакого особого труда не составляет Багажник в передней части прицепа Предназначен для того, чтобы можно было установить сюда два газовых баллона Здесь идет просто газовый шланг без встроенного газового редуктора Ну и, соответственно, лягушка Здесь уже вы сами, скажем так, смотрите Какой бюджет вы планируете на газификацию данного прицепа Три окошка в передней части Конструкция с подоконником Тент-палатка с любой из сторон Это британец Так что не только тамбург, но и отдельно стоящее помещение Зона санузла и доступ к кассете сзади Здесь у нас насос помповый насной 12-ти вольтовый Внешка проточного бойлера Вот здесь он сливается на зимнее хранение То есть вот это все, это, в принципе, приток и отток Для работы газовой части бойлера Чтобы было чем дышать и куда идти выхлопа Ну это, в принципе, нормальная история Чтобы все это не шло в салон Ну и, конечно же, бокс для установки собственного аккумулятора Место хода 220 вольт До сотого аккумулятора сюда абсолютно спокойно влезает Размеры позволяют А полярность не важна Провода, как правило, в прицепах достаточно длинные Фасад сзади прицепа с окошком Здесь находится зона кухни Ну и внутри, когда будем начинать смотреть Обязательно вам расскажу, покажу, в какую сторону Ну все, смотрим Тент-палатка, безусловно, со стороны входа тоже имеет место быть Вывод газовой части крана для включения наружного газового мангала Всего что угодно То есть это, по сути, просто питание газом на улицу Две вентиляционные решетки холодильника Электролюкс Нижняя часть это доступ к визуальному состоянию И контролю газовой части форсунки И верхняя это выхлопы электрическая часть Достаточно удобно все это сделано Если вам необходимо уже что-то большее В плане обслуживания холодильника Тогда в любом холодильнике есть 4 болта внутри И он абсолютно спокойно подается наружу Это, в принципе, классическое использование Ну, салон в данном, конечно, кочмане Очень приятный Это такие флоковелюровые какие-то обивки То есть очень уютно Деревянные фасады с пленкой В оформлении ящиков и дверей Ну и, повторюсь, очень красивые и уютные диванчики Они очень приятные на ощупь Штатные шторки Все окна в прицепе имеют Москитный и фольгированный пакет Это говорит о том, что Можно и закрываться от солнышка Можно и от жужжащих И всяких там летающих, кусающих Большой панорамный люк в передней части салона Данная часть разбирается в большую спальную кровать Есть у нас быстрый стол-тумба Вот таким образом он раскладывается Вот опять шторка сейчас мешает Ну, смысл, я думаю, понятен Здесь что у нас происходит? Вы можете в дороге остановиться, перекусить Вы можете абсолютно спокойно поработать Очень, повторюсь, здесь Уютная такая атмосфера у этого прицепа Нету такого ощущения какой-то старой дачи Вот, и, конечно же Прицеп все-таки хорош по оснастке То есть это наличие газового бойлера Газоэлектрического То есть либо 220, либо газ Отопление тоже самое у нас Газ-электричество Ну и давайте по порядку Итак, вот он бойлер Запуск его от газа В автоматическом режиме Мы выключаем его Питание для бойлера От 220 Здесь он будет работать По обыкновенному термостату И греть воду до 70 градусов По-моему, вот он сам бойлер Ну и, как вы можете заметить Куча места для ваших фантазий Вот этот блок Пульта Питания Я не знаю, как космическим кораблем Он достаточно, опять же, стандартен Активация кнопки Насоса-помпа Включение 12-ти вольтовых таких розеток Как вот это Общее включение Света Ну вот, если вы можете заметить Вот это вот, как обычно И точечные все светильники 12-ки А вот эти У британцев идут 220-ти вольтовые Вот загорелись все точки Если мы включаем 12 вольт И общее включение Здесь мы выбираем Если у нас 13-ти пиновое подключение Ставим мы источник кар Если у нас Вход электричества 220 вольт С понижающим блоком Или работа от собственного аккумулятора прицепа То вот это положение Ну и в нуле, конечно же Это все гасится Опять же Прямое питание идет на Два светильника освещения Телевизионная разводка 12 вольт Плюс антенный кабель 220 И здесь находится Уже электрическая часть Отвечающая за работу Отопителя от электричества 220 вольт Ну и конечно же Вот мы можем увидеть 500 ватт, 1000 ватт, 2000 ватт Это в зависимости от поданного вам электричества Ну и уже мы можем Выставлять температуру Скажу так, что он нагревается Значительно Медленнее Нежели от газа Но Скажем так При каких-то там стоянках Имеет место быть Сам отопитель С механическим пьезоподжигом И конечно же Раздувом Шкаф С перекладиной Для плечиков Верхней одежды Напротив Расположился Холодильник Электролюкс Работа От электричества 12-220 И От газа Газовая часть Также С механическим Пьезоподжигом Морозильная камера Большая Ну и вот такой вот уголок кухни Это Четырехкомфорочная Газовая поверхность Газовый гриль Газовая духовка Место для Разделки Приготовления пищи Раковина Над Самой зоной Вот такие вот ящики Ну и здесь есть Крепление для Кружек То есть В принципе Как я уже говорил Это достаточно Стандартная история Ну и Санузел у нас Находится Вот здесь Но здесь я хочу сказать Много конечно же Места ему Уделили В том ключе Что Поддон Уже получается Достаточно Большой Раковина для умывания Лейка Душа Ну и Вот такой вот у нас Обыкновенный Механический Туалет Тетфорд Что хотелось бы Еще сказать В принципе Организации для Хранения Вещей Здесь Достаточно Много И Повторюсь Мне очень Нравится Этот Интерьер Давайте подытожим Это Кочман Амара 2002 год Стоимость на сайте Информация Продублируется У Юрия В инстаграме Ну и конечно же На нашем канале На ютубе Где мы Рассказываем О прицепах Благодарю за Обратную связь До новых обзоров И встречи у нас На площадке КОНЕЦ КОНЕЦ